Здравствуйте! Сегодня мы построим небольшой кухонный гарнитур в программе SketchUp Online. Это бесплатная программа, в которой мы уже посмотрели, как работать на примере предыдущих видео. И также на этих примерах вы поняли, что работать в этой программе кажется достаточно просто. Однако, исходя из своего практического опыта, скажу, что существует множество небольших технических нюансов или тонкостей, которые следует знать, чтобы работать так же просто, как это делаю я на этих примерах. И представлюсь для тех, кто смотрит видео первый раз. Меня зовут Краса Дмитрий Алексеевич, я профессиональный дизайнер. Около последних 10 лет в основном проектирую и работаю в программе SketchUp, делая самые различные проекты, которые касались сферы ландшафтного дизайна и архитектурного проектирования и разработки интерьера, как частного, так и общественного. Могу отметить, что во всех этих сферах SketchUp показал себя с лучшей стороны. Здесь же мы будем работать с новейшей версией программы SketchUp Online. Это новая разработка компании Trimble, которая позволяет любому желающим в кратчайшие сроки освоить основные моменты работы в 3D на практике. Если кто-то преследует профессиональные цели и задачи, то эта программа так же и для них. Изучив онлайн-версию программы, вы без труда переходите на профессиональную дестопную версию, обладающую всеми основными возможностями этой программы, которой не хватает как раз онлайн-версии. Это развернутая подготовка онлайн-чартежной документации при помощи редактора Layout, визуализация в установленных рендерах, которые ставятся прямо в программу. Это и визуализатор номер один в мире в Ray и многие другие визуализаторы. Так что все возможности для профессионального роста, творческой реализации, профессиональной реализации себя в качестве дизайнера, платформа SketchUp обеспечивает, чему средства не просто, так скажем, мои голословные утверждения, но и миллионы пользователей этой программы по всему миру. Обширнейшая библиотека трехмерных моделей, содержащая миллионы готовых моделей. Кстати, одно из преимуществ, допустим, почему люди работают в программе 3D Max, это то, что по 3D Max и по 2D в частности существует огромное количество подготовленных детализированных моделей годных для визуализации. То же самое можно сейчас же сказать и о SketchUp. Миллионы любителей этой программы, пользователей непрофессиональных и непрофессиональных, создают модели, выкладывают их в бесплатное онлайн-хранилище, модели, которые называются 3D Warehouse. Все эти модели доступны для любого пользователя. Однако вернемся к теме сегодняшнего видео. Это моделирование кухонного гарнитура. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Вернемся к теме предыдущего видео. Вы делаете ремонт у себя в квартире, а вот теперь аналогичная задача. Вы ходите, подбираете мебель и зашли в магазин IKEA, и вам понравилась, допустим, вот такая кухня, и вы хотите ее примерить к своему интерьеру, к своему помещению и понять, как она впишется в эту обстановку. И подобрать, допустим, к этой кухне или кухонному гарнитуру уже окружение, списать ее в ваш интерьер. Без трехмерного моделирования это сделать практически невозможно. То есть в любом случае вам нужно взять за образец, допустим, вот эту фотографию, понимать размеры этого кухонного гарнитура, и тогда вы сможете составить простую трехмерную модель и вставить его в ваш интерьер. Здесь я уже пропустил стадии построения непосредственно самого интерьера, то есть он уже, коробочка уже создана, и нам нужно вписать, кстати, вот я уже это делал, это вот пример того, что у вас в итоге должно получиться. То есть аналогичная кухня, трехмерная модель, но мы сейчас не будем ее просто сюда, отсюда переставлять вот сюда, мы попробуем создать ее заново. Давайте начнем. Ну, для начала, как я уже неоднократно это повторял, один из любимых моих приемов это разметка при помощи направляющих линий. Глубина нижних шкафов 600. Три шкафа по 600 дают 1800. Таким образом, мы получаем основание, которое прямоугольником заполняем гранью и выдавливаем на высоту. На какую же высоту мы его выдавливаем? Ну, здесь у меня 990, может быть даже высоковато. Давайте поменьше в этой модели сделаем. Выдаем ее на 860. 40 сантиметров, чтобы до 900, возьмем на столешницу. Ну, тут мы немножко, конечно, вольно работаем. Нам нужно знать, желательно знать точные размеры, но сильно не ошибемся, если сделаем так. Отмеряем цоколь 100 миллиметров при помощи клавиатурного ввода. Выставляем направляющий. Потерялся немножко в пространстве путем инструмента масштаб. Нашел опять место, с которым мы работаем. И разделим гарнитур, нижнюю базу на три части при помощи контекстового меню и инструмента разделить. Отчертим соответствующие шкафчики. Обратите внимание, по отношению к фотографиям мы немножко меняем местами, то есть симметрично заворачиваем левую и правую часть кухни. То есть у нас, как вот в этой модели, плита будет не с правой, а с левой стороны. Так, продолжим разметку гарнитура. Давайте на ящике мы... Так, на столешницу возьмем 4 сантиметра или 40 миллиметров. Смотрим ненужные нам грани. Так, где у нас там все-таки ящики? Влево, на центральном выдвижные ящики. Давайте их разметим. Ну, допустим, на 150 точный. Высоты их сейчас не помню, но 150 вполне реальная высота для таких выдвижных ящиков. Так, ну, у плиты, как мы видим, есть еще верхняя такая управляющая панель с элементами регулировки. Мы сейчас ее тоже отметим. Она не такая высокая, на 120. Так, отметили. Дальше наша задача заключается в том, чтобы отчеркить границы стекла духового шкафа. Допустим, возьмем 60. Делаем на глаз. Нам не так важны внутренние размеры этого гарнитура, как общие внешние размеры. А внутренние размеры я выставляю на свое усмотрение для того, чтобы просто у нас кухня выглядела именно как кухня. Хотя, если кого-то интересует прям идеальная точность, если дело идет именно за разработкой конкретной мебели, тогда да, надо будет более точно выставлять все-все-все дистанции. Но это уже немножко другая задача. Больше касается разработки мебели в нашем случае для того, чтобы просто визуально вписать кухню с точными внешними габаритами в наш интерьер, внутренние размеры могут быть приблизительные, ну, с определенной степенью допуска, там, плюс-минус, там, 2-3 сантиметра. Визуально мы так и попадаем. Так, ладно. Теперь давайте создадим группу и отметим верхние шкафы. Высота фар только обычно 56, 55, 60. Опять же, зависит от высоты потолка, роста людей и многих других факторов. Высота верхних ящиков, ну, судя по всему, здесь она может быть сантиметров. Ну, по фото, конечно, есть какие-то искажения, но может быть 80, может быть 90. Давайте возьмем 80. Надо учитывать, что тут, конечно, есть возможность сделать немножко и выше фасады, но это мы сможем потом, корпуса, это мы сможем потом сделать, если нам, когда будем идеально прорабатывать интерьер и прорабатывать все детали с учетом высоты потолка, прокладки труб, вытяжной вентиляции. Это все надо будет учитывать и потом дорабатывать. Ну, а в данном случае, для начала нам хватит такой высоты, тем более мы взяли за пример вот эту кухню. Судя по всему, высота похожа. Так, дальше. Используем уже известный нам инструмент выдавить для того, чтобы выдавить верхние навесные шкафы на 30 сантиметров. И также, судя по фотографии, мы разделим ее на три части, на три шкафа навесных. Раз. И два штриха прочерчиваем для того, чтобы вытяжка поделить друг от друга. Здесь у нас будет вытяжка, соответственно, мы сразу можем ее приподнять. Ну, допустим, также на 150. Нравятся мне четкие значения, круглые цифры. 300, 150, 100 и так далее. Хотя, может быть, там и 120. Все нужно будет проверять потом реально по месту. Так, верхние шкафы у нас также отрисованы. Габариты создаем группу. Давайте теперь займемся рамками этих шкафов. Как вы видите, фасады такие рамочные. Такое рамочное окобление и вставочки. Давайте мы это дело так, не туда. вычеркнем. Это опять делается при помощи инструмента смещения. На нужное нам значение. Надо визуально проверить на глаз. Это будет... Смотрим на цифру. Ну, допустим, сантиметров... миллиметров 60, сантиметров 6. Так. Есть. Сделали. Теперь то же самое. Здесь. больше у нас таких фасадов нет. Давайте их немножечко утопим при помощи инструмента вдавливания-выдавливания. Вдавливание-выдавливание. Ну, на сантиметр. В нижнем фасаде и в верхнем. есть. Так. Отчертили. Выдавили фасады. Давайте немножко поработаем с панелью духовки. Возвращаемся в наш браузер. Также немножко выдавим ее вовнутрь. Также давайте даже поменьше на 5, допустим, миллиметров. Так. Что нам еще тут не хватает? Ну, давайте скопируем вот эту часть. Ну, и пару регуляторов поместим. на фасад приборной панели. Сделаем разметку под центральное табло или экранчик. Так. Вбиваю четкие значения, чтобы это было симметрично. сделаем. Сделал. Давайте попробуем закруглить вот это табло углы в качестве примера. Так. Маловато. Давайте на 10 миллиметров. Делаю разметку для инструмента дуги. Тут нам удобно было пользоваться этим инструментом. обратите внимание, углы автоматически срезаются. Так. Уже направляющих у нас немало, но пока они нам еще нужны для установки допустим двух регуляторов. так. Давайте их установим. Воспользуемся для этого инструментом окружность. Ну, на глаз не хочется, люблю четко. Точность давайте отмерим дистанцию. Допустим, 120 и от этого центра нарисуем регулятор. радиусом 15. Так. Выдавим его на 3 сантиметра. Или это многовато. Давайте отменим на 2. Видите, я отбиваю другую дистанцию и он автоматически изменяется. То есть, пока я не совершил следующее действие, я могу несколько раз сбивать значение и он будет менять высоту выдавливания или другой или другого характеристики до тех пор, пока это меня не устроит. То есть, это одна из тех тонкостей, которые, в общем-то, надо знать, работая в этой программе. Один из нюансов. Их таких нюансов немало. Тут не все инструменты очевидны. регуляторы появились. Какие-то детали дополнительные также возникли. Что нам еще не хватает здесь? Это ручки. Давайте мы ее тоже выстроим. Как мы ее будем делать? Давайте поступим следующим образом. начертим окружность перпендикулярную перпендикулярную этой плите. выдвинуем ее и создадим группу. В данном случае я ее могу и на глазик выровнять. Всегда тут нужна идеальная точность. Посмотрим. Она у нас шире. Я ошибся по ее длине. Давайте мы ее немножечко отмасштабируем. инструмент масштаб. Вот так вот ее масштабируем. Отмасштабировал. И давайте теперь ее выдвинем вперед. Потому что она не должна у нас залипать. Кстати, тут могут работать клавиатурные сокращения. И они вполне работают. Но я сейчас не пользуюсь для наглядности. чтобы вы видели какими инструментами я пользуюсь. Так. На 30. Допустим. Достаточно? Я думаю достаточно. Так. Ну, ручка у нас не должна висеть в воздухе. Надо сделать для нее крепежные ручки. сделал одну и скопирую ее на эту часть. Вот я делаю пока наглаз. Если нужно будет, потом сможете это все выровнять. Ну, визуально выглядит все хорошо. Поздаю группу. Теперь можно удалить все направляющие, которые касаются того, что мы сейчас делали. Нам не хватает еще небольшой вытяжки внизу. так, давайте ее добавим. Кстати, не забываем сохранять то, что мы делаем, проделанную работу. Надо сохранять. хранится она у нас на облачном сервере. Вы всегда сможете эту модель загрузить с этого сервера и поставить себе на своем настольном ПК, если вы пользуетесь настольной версией программой. Столешница должна немножечко выступать. Давайте мы это покажем. А нижний цоколь у нас также имеет вот такие вот в данном случае планки вглублении. Но давайте не будем этого делать. Бывает, что полностью вот так вот закрывают. Нам, допустим, хочется так. Не будем на этом останавливаться. Нацок или. Нам не хватает сейчас более важных вещей. Это варочные панели и мойки. Входим в группу. Так. делаем разметку центра нашей мойки. Она у нас будет круглой. Неправильно. 300. Вот здесь. Также окружностью введу дистанцию. посмотрим. Примерно такая она и должна быть. Может быть чуть-чуть шире. Давайте чуть-чуть увеличим. Так. и при помощи offset дам границу края этой мойки. Вот этот. А теперь при помощи инструмента опять выдавливание. Обратите внимание, образовалась вот такая как бы дара, потому что это еще один из нюансов. Мы дошли до пересечения с условным ребром, который находится в этой части. И, соответственно, он нам на этом выдавливании прекратил. для того, чтобы зашить эту дыру достаточно просто карандашом отчертить, показать одно из ребер. Мы получили плоскость и дальше можно ее выдавливать вниз на нужную нам глубину. Допустим, у нас такая глубокая мойка. Сделали. А если нас раздражает вот эта грань, мы можем ее скрыть. Она у нас есть, но не видна. Удаляем направляющий и переходим к варочной панели. Варочная панель находится под вытяжкой и она не занимает всю глубину столешницы. То есть это будет некий прямоугольник, который занимает его часть. Чтобы знать точные размеры, надо знать точную модель вытяжки варочной панели. Мы можем сейчас отступить некоторое расстояние. Чем точнее мы работаем, тем лучше. пропорции пропорции могут быть разные в зависимости от разных моделей. Обозначим вот такой прямоугольник и протянем и сразу немножко выдавим на 5 тонких изделий. Вряд ли бывает. Она встроенная, понятное дело, такая у нас будет варочная панель электрическая. так заполним фартук просто пройдемся по контурам да вот все правильно и немножечко его выдавим ну допустим на 10 миллиметров условно может быть он будет толще надо учитывать что там будет клей плитка но допустим возьмем только ширину плитки с небольшой толщиной клея условно сантиметр хотя на самом деле точные значения могут быть другие но нам сейчас работаем с круглыми цифрами условно берем что у плитки толщина и она будет сантиметром так удаляем все направляющие вернемся к обзору сцены и в общем-то почти все детали у нас есть не хватает только немножко привычки туда нажимаю не хватает нам смесителя ручек давайте добавим ну как я вам уже неоднократно показывал на предыдущих видео при помощи поиска 3d вархаус можно найти интересующие нас модели и в данном случае смеситель мы также сможем легко найти я хочу по-русски набрать его чтобы показать вам что русский сегмент пользователей скетчапа достаточно широк и есть модели которые мы можем сразу же найти по русскому запросу поисковике 3d вархаус так я сейчас выставляю смеситель туда куда нам нужно немножечко у меня тут не слушается но послушайте все стоит аналогичным же образом мы можем найти ручки но в данном случае я сейчас не буду это делать а просто возьму уже готовую ручку с той модели которую я делал ранее проверим где у нас ручки должны стоять по дизайну так вот здесь 4 ручки по конструкции давайте их поставим можно конечно их ставить и на глаз а можно пользоваться направляющими и выставить их по точнее достаточно точно продолжим вот сюда проверяем фото да все правильно давайте чуть приподнимем нужно даже регулировать подъем также с клавиатуры на глаз ставлю точно но не идеально так нам не хватает еще ручки вот здесь и ручки вот здесь вот здесь здесь поставлю на глаз удалю удалю не нужный нам направляющий и займусь расстановкой ручек на верхних навесных шкафах проверяем так симметрично расположены здесь видите я поймал при помощи привязки к зеленой оси плоскость на которую нужно ставить эти ручки это делается при помощи использования клавиатуры так немножко сейчас подзавис на решении какой-то задачи наверное копировал не то что нужно так иногда вот такие ошибки бывают ну потому что работаешь быстро что-нибудь не туда нажмешь куда-нибудь не туда это в этом нет ничего страшного всегда можно отменить неправильные или ошибочные действия главное вовремя их заметить да все верно в общем-то по форме наша кухня уже близка к тому что мы хотели получить можно дальше уточнять эту модель опять же можно на самом деле промоделировать цоколь нужной нам формы можно сделать расстояние такие вот щели между дверцами показать их но это нам было бы нужно если бы мы озаботились задачей реалистичной визуализации а для технической визуализации которая представляет собой показ нашей кухни в данной программе лучше даже просто черта она не будет загромождать ресурсы компьютера личными линиями так что остановимся на этом так ну с моделированием закончили теперь давайте немножечко поработаем с материалами этой кухни по оригиналу референсу мы видим что у нас серые фасады внизу молочные фасады или белые фасады вверху белая квадратная плитка и серый металлик черная варочная панель то есть можно в принципе в идеале пользуется уже готовыми цветами для раскраски этой модели с чем мы и начнем кстати у нас уже так как у нас хранится вот эта модель то в самом файле то он уже конечно содержит те материалы которые используются для этой модели а давайте мы вот в этом видео просто скопируем эти материалы на нашу модель я покажу вам в принципе как это делается то есть как создавать новые материалы и загружать файлы вы видели файлы картинок изображений вы видели в прошлом видео сейчас не будем на это терять время для ускорения просто как бы скопируем те материалы которые у нас уже есть в сцене вот на эту кухню давайте это сделаем инструмент инструмент пипетка берет любой материал который нам нужен давайте начнем серого цвета цветом 4 нам проще сейчас выделить всю группу и назначить сначала всему объекту этот цвет всем его граням а дальше уже соответствующие другие материалы назначим только отдельным граням которые нам нужно перекрасить возьмем при помощи того же инструмента пипетка цвет древесины и покрасим им столешницу есть далее серые связи цвета раскрасим духовой шкаф его фасад кстати ну низ столешницы тоже покрасим дерево так что нам еще тут надо продолжать так черное стекло раскрасим металлик цвет м4 нет это не металлик так 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 вот этот это был материал уже созданный ну ладно давайте у нас металлом давайте посмотрим что у нас там по металлу есть из того же нам предлагает скетчак так ну в принципе вот они материалы которые похожи на различные на различные варианты металлических поверхностей так ну ладно давайте возьмем это заканчиваем так сейчас мы занимаемся присвоением металлического материала нужным частям фонового гарнитура так ручки все перекрасились потому что они компоненты вытяжку также покрасим в металлический цвет для варочной панели надо найти или использовать текстуру вот эту текстуру я нашел в интернете с одного из сайта продающего такие варочные панели как это сделать достаточно просто так сохраним файл ставить моего компьютера на флешке находится эта текстура как материал так ну вот опять допустил то же самое что и в прошлом видео чтобы это сделать сначала нужно войти в группу только после этого вставить эту текстуру как материал как изображение можно было бы его вставить не как материал но в данном случае нас интересует материал так что-то пошло не так давайте повторим вот вот ладно потянуло и все она появилась у нас на плоскости теперь мы будем ее корректировать ее положение давайте ее растянем таким образом чтобы она заняла у нас нужное нам место продолжим ее корректирование чуть подровняем ее местоположение это немножко криво так тут работает привязочка ее надо отрегулировать но не буду я сейчас это делать выставлю все так скажем на глаз таким образом чтобы это было более-менее ровно так нормально только нам надо ее еще развернуть отразить верх вниз вот таким образом чтобы элементы управления были спереди так все окей ну а дальше нам осталось только покрасить фартук в материал плитки давайте найдем такой материал так металл и закроем плитка образец белой плитки хранится среди доступных моделей назначим ее фартук и развернем повернем под некоторым углом можно отрегулировать размер масштаб этой плитки мы сейчас это выставили приблизительно ну вот в принципе достаточно ровно расположены сохраняем нашу модель таким образом мы достаточно быстро сумели повторить в 3d формате понравившуюся нам модель кухни сфотографированной в магазине эта модель у нас теперь построена в проекте нашей квартиры и далее смотря какие перед нами стоят задачи мы можем заняться дальнейшей проработкой этого интерьера то есть подбирать уже к этой кухне напольные покрытия цвет стен работать с расположением светильников рабочей зоны и так далее и тому подобное то есть дальше прорабатывать проект но вы можете быть уверены в том что и сама модель квартиры и модель кухни по внешним поточным размерам у нас точные то есть у нас точные привязки мы имеем как размеры помещения созданные по конкретным размерам так и модель кухни также созданную по конкретным размерам то есть мы здесь работаем точно то есть это все у нас основа для как подготовки технических чертежей так и для дальнейшей проработки как я уже сказал на этом мы с вами заканчиваем сегодняшнее видео Большое спасибо вам за внимание и всем, кто желает освоить основы работы в такой прекрасной программе, как SketchUp, получить для себя практические навыки реализации дизайн-проекта жилого интерьера для того, чтобы в будущем воспользоваться ими как для решения своих сугубо практических задач или для роста в профессиональной сфере. Всех этих людей, а также специалистов, которые хотят освоить мощный современный инструмент проектирования, это потому что, как я уже говорил, профессиональная версия этой программы позволяет реализовывать специалистам самого высокого уровня квалификации любые задачи по трехмерному проектированию и моделированию окружающей среды, интерьеров и архитектуры. Всем этим людям, и специалистам, и не специалистам приглашаю записаться на наши курсы по SketchUp, практикум дизайна интерьера в SketchUp, в Центре специалистов, в крупнейшем учебном центре России. Спасибо за внимание. До свидания.